Сегодня я хочу поделиться из местописания, из книги Судей, и вместе с вами поразмышлять, и потом будем молиться в конце. «И пришел ангел Господень и сел в Ворфри под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в Тачиле, чтобы скрыться от мадианитян. «Ивился ему ангел Господень и сказал ему, Господь с тобою, муж сильный». Ведь он сказал ему, Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это бедствие? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь? «Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». Но Господь, возрев на него, сказал, «Иди с этой силой Твоей и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю Тебя». Гедеон сказал ему, «Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене монастином самое бедное, и я в доме отца моего младший». И сказал ему, Господь, я буду с тобой, и ты поразишь мадианитян, как одного человека. Гедеон сказал ему, «Если я обрел благодать пред очами Твоими, то сделай мне знамение, что Ты говоришь со мною, не уходи отсюда. Да коли я не приду к Тебе и не принесу дара моего и не предложу Тебе, он сказал, я останусь до возвращения Твоего». Аллилуйя. «И пришел ангел Господел и сел в офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Иоазерову». Ангел пришел. Настанет время, наступает время, когда ангел должен прийти. Что было там, возможно, никогда в этом офре, под этим дубом, принадлежащим Иоасу, этот дуб принадлежал Иоасу, потомку Авиазера. Никогда не было ангела. Но вдруг Бог решил послать ангела именно под этот дуб. Вы знаете, мы можем иногда привыкнуть жить определенным образом, определенным укладом, и мы не готовы к посещениям. Но Бог решил посетить. Посетить именно это незаметное, простое место. И это посещение было посещение ангела. Ангел пришел, так написано, и сел под дубом. Интересно. Вот не было такого, что он стоит над землей на полтора метра. Вибрирует волнами и слепит. Он просто сел, просто сел под дубом, оперся спиной под дуб и сидел, как человек. Но если бы ты проник во внутренний мир этого существа, ты бы мог понять, что это необыкновенный человек. А сын этого Иоаса выколачивал тогда пшеницу в Тачиле, чтобы скрыться от маденитян. Вот что-то он там как-то выколачивал, так выколачивал, чтобы скрыться. Может, в невидимку превратился уже, когда колотишь, то тебя не видно. Я не знаю, как он так выколачивал, чтобы скрыться. Ну, может, со всеми вместе выколачивал, я не знаю. Но написано так, что он выколачивал пшеницу в Тачиле, чтобы скрыться от маденитян. Иногда мы скрываемся в работе, иногда мы скрываемся в какие-то вещи. Как выколачиваем что-то, выколачиваем. Вот. И на самом деле это побег. Да? И мы избегаем чего-то. И Гедеон был таким. То есть он скрывался от прямого конфликта. Да? Он скрывался от проблем. Потому что, ну, не хочется проблем. Не хочется конфликта. Потому что человек так устроен, что только негодные любят конфликты. Человек Божий не любит конфликты. И Гедеон не любил этот конфликт. Он просто решил молчать и ушел. Но ангел пришел к нему и сел. Интересная встреча, правда? Гедеон выколачивает, а ангел пришел и сел. Я думаю, он сидел. Не знаю, крыс ли он в хворостинку. Но он наблюдал. Это интересно. Я бы хотел такой мир дивный. В этот ангельский мир. И вдруг явился ему ангел Господень. И сказал, то есть он явился. Ангел приходит и садится, но мы его можем не видеть. И даже здесь, сейчас, в этом месте могут присутствовать ангелы. Я думаю и верю, что они здесь присутствуют. И я даже могу переживать и чувствовать присутствие ангелов. Но явиться – это нечто другое. И ангел открылся. Он пришел, но явился. И нам надо молиться, чтобы слава Господня проявлялась. Написано, и слава Господня являлась в исцелении больных. Помните? Слава Божия бывает закрытым образом двигается. Она здесь, но она непроявленная. А бывает, слава Божия проявляется. И в данном случае, когда мы читаем о Христе, написано, слава Божия проявлялась в исцелении больных. Она являлась. И вот ангел Божий явился и сказал, Господь с тобой, муж сильный. Какое приветствие. Мы тоже так говорим. Мир вам. А если такое приветствие мы будем употреблять? Знаете, что это? Это ангельское приветствие. Это ангельское наделение. Это ангельская речь. Ангелы так разговаривают. И смотрите, я встречаю на прерабатываю, Господь с тобой, муж сильный. Что происходит? Аж охватывает благодать. Ну-ка повернись к ближнему и скажи. Но ты говори, только подожди. Если ты сестра, скажи, Господь с тобой, сестра сильная. Хорошо? А если брат, скажи брату, муж сильный. Повернись к ближнему и скажи эти слова. Господь с тобой, муж сильный. Серьезные вещи. Не шутите с этим. Это очень серьезно. Это ангельский язык. С этим нельзя шутить. Повернитесь к другому. Скажите сестре, Господь с тобой, сестра сильная. Фу. Вау. Вау. Вот это приветствие. Он выколачивает точилы, точила, он пшеницу, он запуган, он подавлен, он скрывается, он избегает конфликта, он молотит, прячется в работу. И такое приветствие ангела. Смотрите, какая разница. Вы чувствуете, что здесь дисгармония, здесь разница? Это большая разница, как видит Бог, и как видит человек. Господь видит по-другому даже труса. Казалось бы, человек, ну, совершенно ушел с поля битвы, а Господь его так приветствует. И сегодня я верю, что Господь вызывает. Он знает, когда вызвать нас, даже если мы сами в своих глазах уже никто и ничто, и мы не считаем себя сильными людьми. но Господь думает по-другому. Слава Ему! Воздайте Ему славу! Ведь Он сказал Ему, Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? Смотрите, какая прямота с ангелом, надо прямо разговаривать. Он не спросил его, как дела? Как ты сам? Погода? С какой ты церкви? Как детки поживают? Сразу. Если Господь с нами? Ведь Он поймал, потому что это были Его мысли. Он думал об этом. И Он говорит, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это бедствие? Вы знаете, дьявол хочет убедить нас, что мы негодные люди. Дьявол хочет убедить нас, что мы плохие. Когда дьяволу удается тебя заставить думать о себе плохо, ты не можешь ничего делать уже. Ты не можешь делать работу Бога. И Он сидит и внушает, что ты плохой человек. Он внушает, что ты негодный. Он внушает, что ты слабый, что ты неудачник. И если Ему удастся хотя бы чуть-чуть вложить в нас веру в эти вещи, мы теряем силу. Происходит утечка. Поэтому Господь никогда так не делает. Даже с нечестивыми Он поступает благородно. Но Он никогда так не поступает с Божьим народом. И сегодня Он проговаривает в наш дух, что Господь с тобой. Когда ты принимаешь это слово, что Господь с тобой, ты сильный. Потому что ты получаешь наделение, ты получаешь силу и веру, что с тобой, и если с тобой Господь, то тогда с тобой все небо. Избегнешь ли ты страдания, это не обязательно. Потому что Иисус показал на Голгофском кресте другой путь. Путь, сокрытый в тайну за завесу. Он показал, что Он прошел путем страданий, хотя если был с кем-то так сильно Господь, то это Иисус. Но Он по благодати Божией принял смерть за всех через страдания. И это была благодать. Она была горькая, она была неудобная, но это была та благодать, которую Господь приготовил для Иисуса. Вы помните, мы говорили, Иезекииль был разорван лошадьми, там в Арфоломее снята кожа, Якова трубили голову, Петра распяли вниз головой, пронзили стреной, Павла распяли вниз головой. И мы читаем эти вещи. Но Иисус, царь, был распят на кресте. Потому что Он по благодати, это такая благодать у Него была, Божий принял смерть за всех. И это было угодно Отцу. И вот Гридиам получает слово, что Господь с ним, и у него не состыковки. Он не понимает, как, если Господь с нами, почему я не процветаю. Если Господь со мной, то почему здесь хаос, здесь запустение? Почему все так, как говорится, не все, слава Богу? Если Господь с нами. И Он задает им этот прямой вопрос и говорит, Господин, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? Это юродство. Юродство природы, пути Бога. И Он говорит, отчего постигло нас все это бедствие? Помните, они говорили Ему на кресте? Если ты Христос, сойди со креста. Врач, исцели саму себя. Если ты царь, то где твое царство? То есть они не понимали этого. И Он висел, смотрел на них глазами, полными любви и молчал. Потому что это открыть может только Святой Дух. Если бы Он стал что-то доказывать, Он бы проиграл эту битву. Он бы терял силу, терял славу. Он оставил это Отцу, Святому Духу. Если Господь с нами, отчего постигло все это бедствие? Где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки Мадянитян. Вот это видение Бог оценил. Это был вопрос большого человека. Да, этот большой человек был в уничижении. Да, он был в плохом месте на тот час. Но его вера была сильная. И он правильно видел. Он правильно видел великого Бога. Может быть, кто-то из его друзей ободрился мелкими ободрилками. Может быть, кто-то исповедовал веру, и они лучше себя чувствовали. Может быть, некоторые из них даже имели больше плода, чем Гидиол. Но у него была амбиция. Веры. Большой веры. Где Бог? Да нет его здесь. Вот так он думал. И он говорил, оставил нас Господь. Потому что, если бы он был здесь, то тогда не было того, что я вижу. И вот эта внутренняя глубинная тоска в его духе нравилась Богу. Он услышал ее и послал свою ангела к Нему. Наша молитва больше наших слов. Наши воздыхания неизреченные. Громче наших криков. Потому что Богу не нужны громкие крики. ему нужна тайна из сердца. Он Бог, Который в тайне. И он услышал этот стон Гедеона. Он услышал этот зов. И он ответил ему, Господь, воздрев на него, сказал, иди с этой силой твоей. Какой силой? Ты что, шутишь? Я же сейчас только что говорил о поражении. Нет. Ты смотришь, как человек. Это сила в моих глазах. Это сила. Тот голод и жажда. Та тоска, которую я слышу в твоей молитве. Такое мнение никто не говорит в Израиле, кроме тебя, молодой юноша. Ты тот который может спасти Израиль. С этим видением и с этой силой есть надежда. Это совсем другое измерение Как я хочу быть у ног таких людей Как я хочу не отходить от их ботинок Я хочу просто сидеть у таких ног У тех, у которых есть тоска веры Тоскующая вера по Богу Великому И эти все шебуршилки трещат своим прославлением Эта вся мелюзга визжит, изгоняя бесов А этот тоскует Где Бог? И ангел увидел его, дышал и сел Есть Бог и явился Ух, как тяжело ждать Как же это тяжело Ходить и гудеть, и ныть, и выть Где же Бог? Его слова были такими Где все Чудеса его Видите, какие амбиции Амбиции веры Где все Чудеса его И мы на него смотрим, как на смешного Иногда смеются проповедники Тысячи проповедей насмехаются над ним Но это красота Бога Которая была запечатана Зашифрована Закодирована в Саре Неплодной Зашифрована в сомневающемся Аврааме Который отдавал ее фараону Зашифрована в том Который боролся У потока и авок С ангелом И умолял и плакал Как оси открывает Это все и родство сокрыто В сердце Гидеона Это дух Это настоящий дух Это дух, братья и сестры Это тот дух Который Бог сегодня ждет от нас Эту молитву Он ждет, которая прорежет небо Господь возрев на него Мне нравится Возрев Это точка входа Иди Слышите? Сказал Иди Повернись к ближнему и скажи Иди Это сильно Иди Иногда некоторые вскакивают И начинают бегать в руку зала Я люблю такое Они просто чувствуют Что они не могут стоять на месте И начинают носиться Но это харизматы как бы Используют Движение Но это здорово Я бы ликовал бы вместе с вами Иди с этой силой твоей И спаси Израиля от руки Моодионитян Я посылаю тебя Стоит, трясется Посланный Отложил в ступу Высыпал этой пшеницы муки Я посланный Можно переодеться? А позавтракать? Спаси Израиля Тебе не нужна другая сила Вот с этой силой иди С этой силой иди Что? В нем уже есть Иди спаси От руки врага Бог посылает Я посылаю тебя Гедеон сказал Господи, как спасу я Израиля Слушайте, я хочу напомнить вам Он уже посланный Уже посланный Я посылаю тебе Он уже посланный А если посланный Значит наделенный И он говорит Как? Спасу я Израиля Вот и племя мое В колене Монасим Самое бедное И я в доме отца моего младшего Вот это немощь Это не страшно Немощь это не страшно Немощь это не смертный грех Это всего лишь немощь Скажи ближнему Это всего лишь немощь Немощь Она немощная Поэтому она мощно Тебя не остановит И сказал ему Господь Я буду с тобой И ты поразишь Моя дитя Как одного человека Смотрите Он говорил с бойцом И для Гедеона Одного человека Поразить это не сложно Я подумал А как интересно Я сначала хотел написать Совсем не сложно Я хотел сказать Очень легко Потом думаю Ну не все бойцы Смотря какого человека Но я подумал Да, Гедеон был боец Если Господь Прибег к образу Что одного человека Не сложно Он сказал Ты Мадиан поразишь Как одного человека То есть это был Пример Бога Что Гедеон Что Гедеон И он говорит Слушайте Я буду с тобой Господь И начинает И начинает по-настоящему И он говорит Если я брел Благодать Когда мы можем Он пошел сделать Что-то сделать ему Жертву И он принес ему И ангел был там Он говорит Это знамение Что я здесь останусь И как хочется Чтобы он не уходил Как хочется Чтобы ангел Остался с тобой Как хочется Чтобы он тебя не покинул Чтобы это не было видение Чтобы не был сон При пробуждении Рассеивающийся Чтобы ангел Остался с тобой Чтобы ангел Остался с тобой О, это Грудь матери Это сыновство Божьих Вечных Духов Которых хочет Быть всегда Вместе С Богом И у Давида Было это Это божественная Плаксивость Он не мог без папы Он постоянно плакал Ты где? Я хочу Хочу И Давид постоянно плакал Чтобы быть ближе 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 Виждам Не дам дремания Я снова тебя не чувствую Там враги Ополчаются Все Но ты где? Господи Я уже видел тебя во святилище Но снова И он просит близости Просит Алчит Алчит И Бог говорит Давид У меня нету Более важных дел Чем ты Я никуда не ухожу Я просто взращиваю Твою веру Вы понимаете Боже мой Боже мой Вопиет Давид При восходе Зари Для чего Ты оставил меня? Скопище злых Обступило меня Тельцы Вассанские Окружили меня И Давид Постоянно Плачет По Богу И Гидион Просит Не уходи И ангел Остается Ангел сказал Я останусь До возвращения Твоего Господь согласился Остаться До возвращения Пророка Аллилуйя Аллилуйя Аллилуйя